Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова не подкаст. Тема сегодняшнего выпуска – «Серийные убийцы». У нас в гостях Анастасия Смурова, автор самой крупной русскоязычной биографии американского серийного убийцы Джеффри Даммера. Настя, привет! Привет, Юра! Почему людей, обычных обывателей, так вот всё привлекает, что связано с маньяками? И книг много, и передач очень много, и на Ютубе, и по ТВ, и вот фильмы. Вот недавно сняли фильм про Теда Банди «Хороший, злой, плохой…» Хороший, злой, да. А, нет, «Красивый, плохой, злой», потому что «Хороший, плохой, злой» – это Сержа Леони. Да-да-да, «Красивый, плохой, злой». Почему это всё так притягивает обывателей? Первый вопрос. И второй вопрос, раз уж мы про этот фильм поговорили, ты вообще смотрела его, как он тебе? Да, я смотрела вот этот конкретный фильм, он мне понравился, потому что там, ну, во-первых, актёр, по-моему, Зак Эферон играет, он очень неплохо изображает Банди, он и визуально очень похож на него, и, ну, всё-таки там есть, понятное дело, какие-то художественные, да, вымысел, произведение как бы для драматургии это необходимо, но в целом история достаточно неплохо изложена, и смотреть её интересно. Про Банди вышел недавно ещё один фильм, насколько я знаю, там буквально за прошедший месяц-два, я не помню, честно, как он называется, но там играет в Лайдж Вуд, вот, этот я не смотрела, тоже про Банди. Ну, про Банди и до этого были фильмы, собственно, там более старые, они существуют, а людей это притягивает, потому что, ну, людей, в принципе, притягивают, обыватели всё такое кровавое, жестокое, какие-то страсти, ужасы, то есть это не обязательно могут быть даже серийные убийцы, это могут быть массовые убийцы, когда там кто-то идёт и стреляет в школе, например, это сразу большой общественный резонанс, потому что это как бы, ну, вытаскивает людей из бытовухи и напоминает им о том, что они смертные. И тут даже не обязательно там с убийцами может быть ситуация, там, авиакатастрофы привлекают внимание, там, кораблекрушения. Ну, то есть людям вот хочется получить определённую дозу адреналина, потому что, конечно, у человека есть зеркальные нейроны в мозге, и когда он читает, там, смотрит всякую жуть, он переживает это, как бы, эмпатически и радуется тому, что он жив. То есть, ну, как страшный фильм посмотреть, вот ужас. Примерно так. Ты сказал сейчас термин такой массового убийцы. Давай объясним нашим зрителям, что это такое и чем отличается от серийного убийцы. Серийный убийца — это убийца, между преступлениями которого есть определённый период эмоционального охлаждения, то есть он совершает убийство с периодом эмоционального охлаждения, и этот, кстати, период, он имеет тенденцию к сокращению со временем. Массовый убийца — это тот, кто идёт, ну, грубо говоря, берёт в руки винтовку и идёт стрелять с людей. То есть у него вот этот период, в течение которого происходит убийство, он очень сжатый, это так называемый killing spree, то есть он, ну, прям вот идёт и убивает, да, там, кого видит на своём пути. Вот это принципиальное отличие, потому что плюс к этому массовый убийца зачастую ещё кончает жизнь своим убийством в конце вот этого своего выплеска, потому что, видимо, чувствует там определённую психическую опустошённость, вот, ну, не всегда, но это часто происходит. И это, ну, принципиальное отличие, собственно, да. То есть массовые убийцы — это вот те самые истории, вот недавно это было в Казани, по-моему, да, когда студент пошёл и расстрелял то, что в США постоянно происходит, но в школах, видим, да? Да-да-да, это вот знаменитая Колумбайн, там, где Эрик Клибблт, по-моему, и второй, забыл. Ну, короче, Колумбайн — вот это известная история, когда пришли там, да, ученики расстреляли своих одноклассников. Это бывают и одиночки, то есть это там пример парочки, да, бывают одиночки, которые приходят там в универ, стреляют своих однокурсников. Бывает, когда это не универ, а просто человек берёт винтовку в руки, залезает на, грубо говоря, на крышу, да, и начинает из винтовки пулять по людям, по прохожим. Вот, был такой случай, там у человека оказалась в мозге какая-то опухоль, которая, видимо, на его, ну, сознание оказывало определённое влияние, он об этом писал там свои записки предсмертные, которые он оставил, прежде чем уйти, и у него действительно обнаружили в голове опухоль, то есть которая там давила на определённую зону мозга, и, возможно, ну, это было причиной того, что он сделал. Вот, он сидел там на этой крыше в течение нескольких часов и просто стрелял по людям. Возвращаемся к серийным убийцам. Вот смотри, я сейчас специально зашёл в Википедию, естественно, готовился к нашей беседе. Вот в Википедии сказано, что вот этот термин, как ты сказала, появляется в 70-е годы, как раз в связи с делом Теда Банди, американского серийного убийцы. При этом, когда в поисковике начинаешь вот вводить в Яндекс или в Гугле первой серийный убийца, там по-разному выдаёт, значит, он выдаёт такого французского барона Жильдере, это 15-й век, потом выдаёт американца Генрик Говард Холмс, это 19-й век, там много пишется и о Средневековье, вот о таких убийствах, Салтычиха знаменитая в новое время, это наша, российская, да. Для меня, например, каким-то всегда первым маньяком, всегда я считал это вот Джек-Потрошитель такой, да, классический самый случай. 19-й век тоже, Лондон, причём он там, по-моему, в одном году только действовал, один год. Так где и когда впервые вот этот феномен выделяют, да, в отдельный вид, и когда вот полицейские начинают именно искать вот такого одиночку, маньяка, да, как правило, который вот с каким-то сексуальным подтекстом действует. Это, я так понимаю, вторая половина 20-го века, да, всё-таки? Ну, всё-таки да, тут надо разделять, что, конечно, серийные убийцы были всегда, скорее всего, они были ещё в Древней Греции, наверняка. И там был и Джек-Потрошитель, и какой-нибудь там Питер Кюртон, и Альберт Фиш, они были ещё до того, как термин серийный убийца вообще, в принципе, был внедрён в научную среду. Но надо понимать, что вот этот термин, он же, почему появился? Он появился потому, что, ну, наука, там, психиатрия, психология, она начала развиваться. Именно в 20-м веке, как бы, сильно. Вот, это молодая наука, и, соответственно, появилась потребность у людей, чтобы описать это поведение. То есть раньше, естественно, были маньяки, там, отдельные одиночки, которых искала, там, Сискофланд-Ярд, в случае Джека-Потрошителя, и просто полиция, да, в других странах. Но это не было, скажем так, классифицировано, это не было именно как-то описано с научной точки зрения. И я думаю, что массовым сознанием скорее вот эти убийцы воспринимались как такие дьяволы во плоти, как одержимые люди, какие-то там, ну, совершенно безумные. И я, ну, честно говоря, не думаю, что были какие-то там попытки, ну, вот именно широко известные объяснить их поведение. Вот. Все-таки эти попытки были сделаны именно, там, Джоном Дугласом, Робертом Ресслером в 70-е годы, когда, ну, это, на самом деле, замечательная история, которая очень хорошо показана в сериале «Охотники за разумом» Финчера, вот, что все начинается с серийного убийцы Эдмунда Кемпера в основном, потому что Эдмунд Кемпер был абсолютно феноменом, это очень умный человек, очень умный мужчина, высокий, здоровый, и при этом он был серийный убийц. Но это чуть ли не единственный, мне кажется, случай в мировой истории, когда серийный убийц пошел и сдался сам. То есть он просто позвонил, сказал, что я убил там свою мамку и ее там подружку, а до этого убил еще там несколько девушек, вот, приезжайте и арестовывайте меня. И его феномен в том, что он, как умный человек, да, там, с очень высоким IQ, он очень осознанный, и он очень хорошо анализировал себя и рассказывал об этом благодарным слушателям в лице Роберта Ресслера и Джона Дугласа. Они все это воспринимали, и с него, можно сказать, ну, по крайней мере, так считается, да, классически началась вот эта вот классификация серийных убийц и, в принципе, использование этого научного термина. Вот. До этого, ну, да, повторюсь, были, но не называли серийными убийцами массово. То есть точно, да, говорят, что назвали, но не с научной точки зрения. Вот. В России, если говорить там про, ну, какое-то, ну, скажем так, масс... Сейчас попробую сформулировать. Ну, в массовом сознании, наверное, да, первый серийный убийц это был Андрей Чикатило, потому что это была самая громкая история, самая такая масштабная операция лесополоса, которая затронула вообще весь город, всю область, как бы и прилегающую область, и Москва там стояла на ушах. Ну, вот, поэтому это как бы вошло в сознание жителей, обывателей. Но это тоже не первый серийный убийца. Там до него был, например, Владимир Иониссян, которого называли Мосгаз, потому что он представлялся работником Мосгаза, чтобы проникнуть в квартиры. И когда его поймали, все-таки, его не стали изучать, его приговорили к расстрелу. То есть как бы его там буквально через пару недель расстреляли, никак не изучили. И, возможно, в том числе из-за этого у нас, в принципе, хуже развито вот этот профайлинг, изучение серийных убийц. В США все-таки они начали изучать их раньше. У них раньше сложились классификации. Профайлинг раньше появился. Этот эффективный классический. Вот. Да. Но я ушла немножко в сторону. Ну, вот как-то так. Такой Венечевский Владимир. Ты ничего про него не слышала? Боюсь, что нет. Это посмотри. Это такое... Это значит, я вот сейчас просто открыл его... Это вообще очень необычный серийный убийца. Он... Значит, он осужден за 18 нападений на детей в возрасте от 2 до 4 лет. В 38-39 годах еще в СССР. У него... Это не так? Он сам... Нет, сам он подросток. Подросток. Да, вот он подросток. Я про него читала, что ему было там что-то то ли 13, то ли... Ну, какой-то такой возраст. 17. 17? Значит, еще один был, действительно, в раннее советское время был прям, ну, прям почти ребенок. То есть еще один серийный убийца, которого тоже казнили. И он был... Слушай, мы, может быть, вообще про одного говорим. Потому что он... Вот у него тут годы жизни с 23 по 40, это получается 17 лет. Но его поймали, наверное, раньше. Может быть, действительно, ему 15-16 было. Да, это скорее... И тоже никак его... Ну, там это очевидно. Просто маньяк, он убивал вот, ну, маленьких совсем детей. И тоже его никак не попытались как-то классифицировать, да. То есть в Советском Союзе это вот... Даже, по-моему, когда еще работали над убийствами Чикатило, его, как-то это сказать... Ну, не спешили вот именно говорить о нем, как о маньяке. Ну, когда после него уже точно наша милиция, появляются какие-то вот, наверное, может быть... Вообще, вот есть какие-то специальные отделы сейчас, я не знаю, в полиции? Есть какой-то отдел там, как это вообще происходит? Или же это обычный следователь занимается этим? Когда такие подобные роды? Ну, сейчас наверняка есть. Сейчас есть, как минимум, профайлеры, которые знают, как классифицировать убийцу, примерно, там, составить его психологический портрет, визуальный портрет, ну, примерно, плюс-минус. Насколько... Ну, когда было дело там Чикатило, у нас, в принципе, был один крупный специалист, психиатр, это Бухановский. Собственно, принято считать, что он был тем, кто расколол Чикатило, и тот, кто ездил там к Сливко и общался с ним, пока он сидел в камере с Мертиков. Вот. И, насколько я знаю, у Бухановского была своя там кафедра в университете, кажется, в Ростове-Недону, если я правильно помню. Да-да-да. Вот. И действительно, там готовили там специалистов в этой области. Но в то время, когда именно вот ловили Чикатило, а уж тем более ранних, ну, конечно, ничего там сложившегося, никакого отдела на эту тему не было. Были просто отдельные люди, отдельные следователи, которые просто поднаторели в этом и уже как-то сами составляли какие-то портреты, сами там, ну, обменивались друг с другом информацией. То есть, насколько я знаю, после... То ли это было... По-моему, это было после Чикатило или во время Чикатило. Там несколько следователей, которые вели дела маньяков, они друг с другом коммуницировали, чтобы поделиться своими какими-то инсайтами и находками. Потому что, ну, организованно это нигде не было, но они друг друга находили и как-то там обсуждали, а кто это мог бы быть, а где он мог бы работать, а вот где он может жить и так далее. Вот. А вот ты сказал профайлер. Это что за слово такое? Можешь пояснить? Ну, профайлинг — это такое, ну, скажем так, направление, которое, в принципе, изучает поведение человека. Но вот если говорить про примеры из массовой культуры, это, наверное, вот я сериал «Обмани меня». В принципе, главный герой — это профайлер. Просто не по серийным убийцам, а он, в принципе, по всем людям. Да, он определяет там ложь или правда. Это часть какого-то определенного профайлинга. Вот. Если говорить про профайлеров, которые именно по серийным убийцам, это специалисты, которые знают классификацию, которые понимают, которые знают элементарные правила и неэлементарные. Там, среди элементарных, например, что если большинство жертв белые, то убийца, скорее всего, белый. Если черный, то убийца черный, скорее всего. То есть там своя раса, что там какой возраст примерно может быть и так далее. Они составляют портрет человека, не зная его лично. Вот скажи, правда ли, что США и Россия – это лидеры по числу серийных убийц или же это просто у нас так принято считать, потому что в США они все на виду, а у нас это потому что у нас? Ну, вообще принято считать, что США лидер. Но по поводу России, разве что в сознании, я думаю, российского человека, потому что мы просто находимся в этой культурной среде и как бы больше про нее знаем. Достоверно – это сложно сказать, я считаю, потому что в США может быть просто большая глазка. То есть там, в принципе, можно найти серийных убийц, у которых там 2-3 убийства. То есть, ну, это, в принципе, небольшая серия. Но про них можно найти информацию, про них пишут в СМИ. Я думаю, что у них очень хорошо развиты СМИ, поэтому, в принципе, про большее количество убийц мы знаем. А достоверно, может быть, неизвестно, сколько в других странах. Может быть, это какие-то местные истории, про которые там не пишут, про которые мы просто не в курсе. Ну, это сложно сказать. Принято считать, что в США, но не факт. Да, и много же разных американских телепередач еще с 80-х годов про маньяков. И там они, эти просто передачи, естественно, по всему миру расходятся. Ну, все знают Банди, потому что, опять же, фильм, да? Все знают там Даммера. Их играет, такие актеры, опять же, вот Элайджи Вуд, да? Еще там Даммера играл этот, который Человек-паук, по-моему, да? Тоже известно. Не, не Человек-паук, который Хоккай, Джереми Реннер его играл. А разве вот этот Человек-паук не играл Даммера в фильме-то? Нет, в фильме Даммер там играл, да, из Мстителей человек, но это был Скалин и Глаз, Джереми Реннер. Я, может быть, напутал, да. Ну, ладно, это, мы говорили оба, соответственно, да. Ну, так вот, вот эти вот передачи, которых сейчас и на Ютубе много, там у них все, то есть у них, как обычно, вот у американцев принято. Если там топ-10 лучших фильмов за всю историю человечества, это обязательно американское кино, обязательно, да? И вот у них, значит, передача топ там самых страшных маньяков. И там, значит, обязательно здесь Чикатило и 9 американских каких-нибудь. И вот поэтому, поэтому, наверное, вообще Чикатило, он маньяк такой, как бы на весь мир известный и в Америке. Как и Печушкин, собственно говоря. Ну, к этому еще вернемся. Вот как ты считаешь, такой тоже вопрос, много уже анализируют биографии серийных убийц, да, они в детстве, у них у всех там какие-то патологии ужасные. У одного мама там, я извиняюсь, проститутка, у другого там, ну, мама там даже не мне говорить просто слуха, не хочется как-то. Вот им становятся или рождаются уже этими самыми маньяками, как ты думаешь? Ну, это вопрос, конечно, сложный, он и части, наверное, философский. Ну, бихевиористы, там, направление психологии скажут, что это среда их такими сделала. Там генетики скажут, что нет, это все геном просто, там, сбои. Ну, на деле принято считать, что это сочетание факторов. То есть это и генетические факторы, и факторы среды. Как это примерно может работать? Человек может родиться с определенными уже некоторыми слабостями, да, там, например, психики, какими-то прорехами. Например, у него там психика лобильная, или он там тревожный. Ну, у него что-то вот изначально не то, да, есть какая-то слабость. Но вовсе не обязательно это разовьется в что-то серьезное, и не обязательно он станет серийным убийцей. Этому скорее поспособствует среда. То есть она может просто очень сильно усугубить эти бреши, эти внутренние процессы какие-то неустойчивые. И в итоге человек станет там серийным убийцей, насильником и так далее. Ну, просто ассоциальным элементом, скажем так. Мозг – это вообще такая интересная система, потому что она может любое событие, которое происходит, по-разному интерпретировать. Вот, например, если там брать пример Сливко. У него был фетиш на начищенные пионерские ботинки. Этот фетиш появился не просто так. Он как-то там был свидетелем аварии, когда сбили пионера. И вот он вспоминает там спустя годы, что вот он помнит, как этот пионер лежит, и эти ботиночки сверкают на солнце. Вот у него это в голову влезло, как бы, да, и это стало его фетишем, которое предопределило, в частности, и убийство, которое он будет совершать. Извините, я перебью, пожалуйста, извини. И он же еще, помимо того, что он сам пишет, что в этот момент, когда сбили пионера, он испытал сильное, и, по-моему, оргазм даже испытал в этот момент. Ну да, у него было возбуждение. Но и это такой момент, что, а вот как это контролировать? Ну то есть он же не мог это контролировать. Это случилось спонтанно. И мозг определенную привязку сформировал даже помимо его воли, скажем так. То есть а мог и не сформировать. Если бы это, может быть, было в другой день, другая погода стояла бы на улице, там другие обстоятельства были бы, может, он бы просто подумал, что надо смотреть через дорогу, когда там переходишь, посмотреть по сторонам. Никто не мог это предсказать. Мозг — это такой большой хаос, что мы можем что угодно там увидеть, и неизвестно, как это на нас отразится. Особенно если человек со слабой психикой. В основном, конечно, серийные убийцы — это люди с искалеченным детством. Ну, в большей степени, процентов, наверное, 85, я бы сказала. Но есть определенный процент серийных убийц, у которых в детстве было все нормально. Ну, как Джеффри Даммер, например. Ну, не суперсахарное детство было, но, в принципе, ничего сверхъестественного. Но, тем не менее, вот так у него сложилось. На него среда все равно повлияла таким образом. Так что, на самом деле, да, тут стоит упомянуть про такую вещь, как ряда Макдональда, на самом деле. Это набор признаков, по которым сейчас у детей и подростков смотрят предрасположенность к насилию, и, в частности, чтобы стать там серийным убийцей. Триад Макдональда состоит из трех признаков. Первый — это энурез. Если ребенок писается в кровать, писается в штаны, это значит, что у него есть определенный невротизм, что у него есть тревожность, неуверенность. Ну, короче, очень много таких психических состояний возможных, которые очень плохо действуют на его социальную адаптацию, на его жизнь. Второй признак — это пиромания, то есть склонность к поджигательству, которая ассоциируется с проявлением власти и деструктива. То есть власть и деструктив. Я не перебью тут, в чем власть. То есть я так понимаю, человек, который пироман поджигает, ему, может быть, не сам огонь нравится, ему нравится наблюдать за реакцией людей. И тут он чувствует свою власть, как они, значит, бегают, как они пытаются потушить. И тут вот он понимает, что это вот я поджег, а они все делают так вот из-за меня. Здесь такой момент власти, да, я так понимаю? Ну, в том числе. Но не обязательно должны быть наблюдатели. То есть он может просто сам поджечь и смотреть. И смотреть, как, ну, грубо говоря, какой-то предмет, там, что-либо, оно исчезает по его хотению, по его велению. Вот. Это определенный, там, аспект власти. Ну, и третий – это зоосадизм. Ну, это, в принципе, тоже достаточно классический. Это и власть, и, в принципе, там, насилие, склонность к насилию, склонность к тому, чтобы вымещать свои, там, зло на слабых. Вот. Если современные, ну, современные, там, родители видят эти три признака, ну, если они, как бы, заботятся о своем ребенке, то они ведут его к психоаналитику, который работает с этим, и есть все шансы, там, поставить человека на какие-то здоровые рельсы. Вот. Ну, хорошая профилактика, скажем так. Вот в России, очевидно, самый известный маньяк – это Чикатило, да? Спорить с этим, я думаю, никто не будет. В США, мне кажется, их двое. Это вот Тед Банди и Джеффри Даммер. Хотя есть еще и такие, как Дэвид Берковиц, известный из «Револьвера», который убивал, Джон Гейси-клоун, Генри Ли Лукас, который, там, по-моему, чемпион по убийствам, он вообще говорит, что больше тысячи убил. При этом Банди и Даммер, например, да, опять же, эти двое, они очень разные. Они разные и вот по своему, как бы, по характеру, как личности, и по характеру преступления очень разные, и разные по выбору жертв. Вот, насколько я знаю, маньяков их классифицируют, да, вот там есть что-то вот это асоциальное, какой-то социальный, там вот что-то вот... Вот расскажи про это, как их классифицируют, какие вот на сегодня есть виды, скажем так, маньяков. Ну, по поводу самых известных маньяков, я бы сказала, все-таки их тройка. Это Даммер Банди и Джон Уэнгейси, что очень хорошо показано в Южном парке. Есть серия, да, с ними. Собственно, их не просто так выбрали, тремя основными персонажами в этой серии. Классификации есть, и, кстати, по этой классификации Даммерс Банди не так уж и не похожи, у них просто разные вкусы были немножко, потому что один был натурал, а другой гей. Но в целом они вписываются в один тип. Основных типов два, считается. Это... И их надо, ну, как бы попытаться запомнить. У меня это не сразу получилось, потому что название похоже. Первый тип – это организованный, не социальный. А второй тип – это дезорганизованный, асоциальный. В принципе, если, ну, поднапрячься, можно легко это запомнить, потому что несоциальный – это значит, что он, ну, там, социофоб, грубо говоря, да, в какой-то мере там, социопат. Асоциальный – это значит, что он, ну, асоциальный элемент, как принято у нас говорить, да, такой неопрятный. И, ну, это достаточно неплохо их характеризует, эти названия, на самом деле. Самое, наверное, будоражащее воображение, особенно массового зрителя, это организованный, не социальный тип, потому что это как раз те ассоциальные убийцы, которые, скажем так, волк во вечно шкуре, которых ты не отличишь от обычного человека в общении никак. Примеров множество. Это уже там упомянутый Даммер Банди, это уже тоже упомянутый Эдмунд Кемпер, он также был таким. Частично это Чикатило, хотя считается, что не всегда, то есть он как бы считается смешанным, есть смешанные типы. Какие их характерные особенности? Да, давай про особенности. Вот давай, знаешь, отталкиваться от названия. Ты сказала «несоциальный», это значит, который, еще раз можешь повторить, значит, организованный, несоциальный. Вот организованный, это значит, что... Что это значит, слово? Как это понять? Организованный, это значит, что он контролирует себя в достаточной мере, чтобы вести нормальную социальную жизнь. Он планирует присутствия. Ходит на работу. Это вот относится к этому организованному? Да, да. Чаще всего он ходит на работу. У него может быть семья, ну, как у Чикатило, например. Да, у него была семья, у Солевко была семья. Он персонифицирует жертву, то есть он не просто вышел и убил кого попало. У него есть определенный образ жертвы. Он часто заманивает жертву хитростью, а не просто там подкрадывается к ней сзади и пыряет ножом. Он пытается скрыть следы преступления, то есть он пытается уничтожить великие. Ну, да, это, наверное, основное описание, скажем так. Если говорить про... Да, по поводу, кстати, выбора жертв, кстати говоря, это очень любопытно, потому что у организованных не социальных прямо вот четко можно проследить вкус в подборе жертв. То есть там у Теда Банди это симпатичные брюнетки, у Джеффри Даммера это накаченные, мускулистые, чернокожие мужчины в основном. Причем, как бы, многие говорят, что он их убивал, потому что, типа, он расист, да, и вот это все. Нет, ему просто нравились чернокожие мужчины. Ему нравились, потому что он был гейт. Это, например, у Сливко это пионеры, у Головкина это темноволосые мальчики, худощавые, склонные к проказам, как он это тоже описывал, что если там, он там подходил к ребенку, говорил, что, а, может быть, мы с тобой впишемся в какое-нибудь приключение, там, типа, может, пойдем там кого-нибудь украдем что-нибудь, или там покурим где-нибудь с тобой, там, попробуем алкоголь. Если подросток соглашался, то он вел его в свой ужасный подвальчик с ужасами. Вот, если он не соглашался, по крайней мере, как говорил Головкин, он уходил и не трогал этого подростка. А вот подожди, я все-таки хочу узнать, смотри, вот, то есть два типа ты говоришь, организованный, я же почему сейчас еще спрашиваю, я вот это, трудно разобраться как-то, значит, два типа, организованный не социальный, не организованный, а социальный, да? Нет, организованный, а социальный. Вот организованный, социальный. Слово организованный, это означает, что вот он организованный идет, как бы сказать, на охоту, так это, да? Ну, организованный, нет, скорее организованный используется в том плане, что он способен себя контролировать, то есть организовывать каким-то образом свою жизнь социально так, чтобы не вызывать подозрений, скорее в этом плане. А почему тогда он не социальный, я понять не могу? Он организованный и в то же время не социальный, то есть он как бы организован в социуме, но при этом это фейк, так сказать? Не является его частью, да, но при этом не является его частью. Делает вид, как бы, да? Да, то есть он не принадлежит сосовому, но при этом он не является асоциальным элементом визуально, как второй тип, про который я сейчас тоже заслушаю. Все, вот теперь понял. Организованный, не социальный. Понятно. Ну да, это, конечно, вот... Конечно. Ну да, это Декстер, если говорить про массовую культуру, это Ганнибал Лектер, это такие вот убийцы-интеллектуалы, скажем так. Ну да, в чем-то да. Так, значит, мы про этот тип закончили. Мы будем говорить про второй тип? Да, конечно, потому что это тоже любопытный тип. Это скорее что-то... Если первый это Ганнибал Лектер, который там с бутылочкой к Янте сидит перед картиной Рафаэля, то второй тип это скорее что-то из разряда фильма «Хостел». Ну вот что-то такое. То есть это человек, который выглядит неопрятно, который выглядит совершенно каким-то асоциальным, как в его названии указано, элементом, у которого в социальной жизни все очень плохо. Он, скорее всего, не работает нигде, потому что выглядит, в общем, соответствующим образом. Он не планирует преступления, он не заметает следы, он не скрывает улики, он себя достаточно плохо осознает в момент убийства и зачастую плохо вообще осознает, что происходит. У него могут быть диагностированы психические заболевания, ну, чаще всего там шизофрения. И они жертву не персонифицируют. То есть кто попался, тот попался. Как бы все. Все лови. Самый яркий, наверное, пример, два самых ярких из американских – это Ричард Чейз. Абсолютно просто безумный чувак. И про него, когда читаешь, даже вот я, когда про него читала, я помню, изучала там серию инкубис, у меня волосы шевелились по всему телу, где только можно. Потому что, ну, невозможно это спокойно читать. Прямо, ну, это прям настолько гротескно, что ты не можешь поверить, что это происходило на самом деле. Я, Власть, извини, я, когда ты мне сказала имя, я не понял, какая-то, но когда сейчас я ввел фотку его, да, это у меня те же самые чувства были, когда я про него читал. И его же признали вменяемым, да, вот это еще подчеркивалось. Это просто было удивительно. Его посадили в тюрьму, при том, что он в тюрьме, он сидел в тюрьме, он вскрыл птичке горло и выпил ее кровь, и говорил психиатрам то, что нацисты, инопланетяне, по-моему, ему какую-то пудру подсыпают в мозг. Ну, что-то не точно, но из подобного разряда у него были как бы мысли. Ему казалось, что у него органы выходят из-за него наружу, что-то такое. А спалила его одноклассница бывшая, она просто в городке там маньяка искали, и она говорит, да вот же он, он просто невменяемый, да, он весь грязный, в крови там чуть ли одежда была. Да, Ричард Чейст. А второе, я так понимаю, ты сейчас про Списивцева еще скажешь, да? Конечно. Самый яркий у нас пример дезорганизованного социального убийцы, на Домника причем еще, вот, который еще плюс свою семью во все это втянул, тоже, что просто, ну, вообще вызывает огромное непонимание, что вообще происходит. И человек тоже там был в психиатрической лечебнице, откуда его выпустили, и даже не сделали заметки о том, что они его выпустили, и из-за этого его не могли найти как бы правоохранительные органы, потому что пока искали вот этого убийцу, как бы они не знали, что Списис, в принципе, находится на свободе, а не думали, что он находится в лечебнице. Ну, там просто, и вот, тоже начинаешь читать историю, понимаешь, что это просто череда людских ошибок и чистого человеческого безумия. Вот, настолько все, тоже гротескно. Ну, для того, чтобы понять, кто такой дезорганизованная социальная серийная убийца, вот, достаточно прочитать про этих двоих, и, в принципе, все станет более-менее понятно. Единственный момент заключается в том, что тут как бы есть еще такие несколько важных терминов, когда мы говорим про серийную убийцу, как маска нормальности, модус операнди, и вот это все. Ну, сейчас подробнее расскажу про это. Почему вообще серийную убийцу убивает? Ну, почему? Потому что ему хреново, вот он и убивает. У человека, там, здорового, психически, у него на этот случай есть механизмы защиты психики. То есть, если что-то в его жизни идет не так, включаются механизмы защиты психики, это сублимация, это вытеснение, это, там, перенос, ну и прочее. Простой пример. Если нам плохо, мы пошли, поиграли на гитаре, и нам стало полегче. Если нас кто-то обидел, мы пришли, не знаю, там, наорали на кого-нибудь близкого, да, на близкого человека, и нам тоже полегчало. Вот, это, там, перенос в этом случае. У серийного убийцы, у него, в принципе, психика нестабильна, и эти механизмы защиты психики работают плохо. То есть, если у серийного убийцы вот этот вот ком формируется вот этого напряжения, бессознательного, который он выплескивает в акте убийства. И для того, чтобы, скажем так, этот путь сработал, да, способ убийства должен быть примерно одинаковым. Это называется модус операнди. Пример. Бостонский душитель Альберт де Сальвен. Вот он привык душить жертв. Вот это его модус операнди. Он душит. Что, кстати, там, профайлеры тоже наблюдают и делают определенные выводы. Там, тот же самый, я не знаю, там, ну, Сливко, да, у него был тоже определенный ритуал. То есть, ему надо было мальчика там повесить, да, там, заснять это на камеру. То есть, у него были определенные, как бы, порядок действий. Если порядок действий нарушается как-то кардинально, то, ну, ничего особо не получится. Мы же там привыкли на гитаре играть, а не на трубе. Вот. У нас, как бы, тоже здоровый человек. Просто в другом плане. И, да, вот этот вот способ называется модус операнди. Когда убийца выбросил вот это вот бессознательное напряжение, которое в нем было, да, в акте убийства, он принимает свою маску нормальности. По-английски mask of normality. Это значит, что он на какое-то время, вот он сбросил с себя все, и он более-менее ок. То есть, он, как бы, живет нормальной жизнью. Как правило, эти люди спокойны, кстати говоря, в семейной жизни. И, типа, мухи не видят. Вот. Но потому что у них есть вот эти мощные сбросы напряжения, которые они осуществляют. Но с течением времени, почему вот эти периоды между убийствами имеют тенденцию к сокращению? Механизмы защиты психики классической перестают вообще работать нормально. И вообще, в принципе, психический аппарат начинает деградировать. Соответственно, серийному убийцу нужно убивать чаще и больше. Ну, с определенной для него вот этой манере. Вот. Я уже не помню, к чему я это говорила, но мне кажется, это интересно. Ну, мы говорили, наверное, вот о типах. О типах, что да, это интересно. Это вот Головкин тот же, он говорил, что вот да, то есть он говорил как, что вот убил, вроде бы успокоился, и вот я хожу, мне нормально, нормально. И потом мне начинается что-то тревожить. И эта тревога доходит до такого, что им надо вот действительно все сбросить. А потом он же вообще там уже с катушек съехал, он же последний раз убил трех мальчиков, да, сразу в подвале у себя. Вот. Я вспомнила, к чему я это говорила. То, что если изначально серийный убийца был, ну, грубо говоря, там, например, организованным и не социальным, из-за того, что у него вот эти механизмы защиты психики деградируют, он может начать приобретать черты дезорганизованного социального убийцы. То есть уже меньше беспокоится о том, чтобы скрывать улики, о том, чтобы там сильно что-то планировать. Он уже больше как бы идет на чистых инстинктах, и мозг у него меньше работает в этом плане. Вот с Чикатило, мне кажется, это произошло, да, можно говорить? Его разные исследователи причисляют то к одному, то к второму типу. Вот. В некоторых источниках я видела, что его причисляют сразу к двум. То есть и к организованным, и к дезорганизованным. Есть еще одна типология. Классификация, да. Это по мотиву. В основном четыре таких типа выделяются. Это властолюбцы. Мне кажется, что хорошим примером властолюбца является Тед Банди. Хотя его другой тип тоже классифицируют, о котором я еще скажу, да, гедонист. Давай сразу перечислим типы. Это властолюбцы, гедонисты. Властолюбцы, гедонисты, миссионеры и визионеры. 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 Вот, хорошо. Вот. Чистых типов, ну, чистый типы, наверное, есть, но чаще всего это все-таки смешанные. То есть несколько мотивов. Если говорить про Банди, это гедонист и властолюбец. Вот, если говорить про дамера, то же самое. Гедонист и властолюбец, но скорее, я бы сказала, что гедонист. Вот. Все-таки у него такие были очень романтичные мотивы, из-за чего девочки очень любят дамера. Вот. Если говорить про... Да, давай сейчас еще скажу, что он был симпатичный и так далее, и так далее. Нет, я не скажу, что он был симпатичный, он был красивый. Но это красивый мужчина. Тем более. Ну, слушай, это просто фуа. Да, это, кстати, факт. И у Теда Банди было тоже много поклонниц. Они приезжали же к нему и в тюрьму, и в фильмах это хорошо показано. То есть, ну, это такой, конечно, момент. Ладно, не будем далеко уходить. Итак, гедонизм, это то есть, получается, что? Ради удовольствия, да, гедонизм? Да, сексуальный мотив. Ну, там, сливку, гедонизм тоже. Это, как правило, такой тип, который, там, в обычной сексуальной жизни, у него, в общем, все не круто. То есть, там, у Чикатило тоже, в том числе. Он тоже, я думаю, и властолюбец, и гедонист. Там, у Сливковского в семейной жизни было все не здорово, там, если читать интервью его жены. У Даммера, ну, как бы, серединка наполовинку, скажем так. Вот, у Банди, наверное, все было ок, но все равно ему, там, для наибольшего эффекта нужно было все-таки убить жертву. Но он говорил, что, когда он убивает, он, как бы, как же он говорил-то Банди? Ну, типа, полностью овладеваю, то есть, до конца овладеваю. То есть, сейчас я, извини, нас перебью. Значит, гедонист – это мотив сексуальный, да, получить удовольствие. Властолюбец – это человек, который также и получает удовольствие, вот, чувствуя власть над жертвой в момент. И это, я так понимаю, наверное, в основном гедонисты, властолюбец – это основная масса их, да? Ну, в основном, да. Если смотреть, то да. Потому что, например, те же самые миссионеры, да, там, трясти, их не так много. Хотя они тоже есть, но, например, вот Сергей Риховский, есть такой российский убийца, вот он, как говорил, что у него есть миссия очистить мир от всякой, там, швали. Но, понятное дело, что, скорее всего, он этим мотивом маскировал еще какие-то мотивы. То есть, скорее всего, и то же самое там, он, скорее всего, и властолюбец тоже. Вот. То же самое там говорил Герри Риджой, убийца с Грин-Ривер. Он тоже говорил, что, типа, я избавляю мир от проституток. Как Альберт де Сальва говорил, примерно похожее. Но, скорее всего, там, ну, изначальные мотивы не совсем такие. Ангарский маньяк, то же самое. Он, типа, там, женоненавистник, и тоже там мир избавлял от плохих бах. Да, но, как бы, это тоже, скорее всего, не основной мотив. Если говорить про визионеров, это четвертый тип. Ну, самый яркий пример – это Берквис, ну, который слышал голоса и действовал по их указке. Но там все мутненько, потому что непонятно, слышал ли он что-то на самом деле. Или не слышал, и просто играл под дурачка, чтобы огрести поменьше. Берквис недавно признался, по-моему, сказал открытым текстом, что он приходил домой после того, как застреливал в машинах же, он застреливал, да? Он занимался анонизмом, он, как бы, признался в этом, что голосов никаких не было, по-моему, недавно. Но вообще вот эти голоса, это часто можно слышать про это. То, что, да, какие-то голоса приказали... Это на отмазку больше, да, похоже. Ну, может быть, Чейз подходит под это, потому что он действительно слышал голоса, так как он был шизофреником. И они действительно там ему нашептывали всякое. Ну, я думаю, что это уже такой, это конкретно такой дезорганизованный, скорее, тип в большей степени. Вот. Но тут надо собирать статистику. Ну, часто, часто. Был такой сериал «Улица разбитых фонарей», не помню, что было. Там одна серия, там про маньяка даже серия, вот одна всего лишь, как ни странно, их так мало. И там, значит, это он... Они ищут этого... А ты, может быть, не помнишь, там маньяк такой собачкой был, он женщину убивал, женщина охотилась. Это вот единственная серия в сериале «Менты», где есть маньяк, единственная. Хотя там сезонов плюс 100-500 там серий. Вот. И он, значит, там... А, и там пришел какой-то мужик к ним и говорит, это я, типа. Но оказался не он. И он такой, типа, ну, зачем ты их убивал? Он такой, я слышу голоса там, я слышу. То есть это вот тоже в массовом сознании маньяки слышат голоса, хотя, судя по всему, это на самом деле наименее частое как раз таки вот. Хорошо, да. Интересно. Классификация, значит, гедонисты, властолюбцы, визионеры и миссионеры. Вот я всегда считал, что, и тоже так везде принято, что маньяк – это мужчина средних лет, там от 20 до 50, от 20 до 40, белый, убивающий детей, либо женщин. И сейчас, в последнее время, вот в Википедии там же, ну, вот, я вот, например, люблю в Википедии просто полазить, что-то по ссылочкам понажимать, и когда ты про маньяков этих читаешь, там есть же, знаешь, там список маньяков внизу, знаешь, идет в Википедии, всегда там списки идут внизу. И там я что-то читал, про какую-то женщину наткнулся случайно, а сейчас же еще Яндекс выдает, ты читаешь про какого-нибудь, допустим, серийную убийцу, хоп, тебе Яндекс там такие прям в портретики идут. Ну, не суть. Суть в том, что я наткнулся на этот список и просто обомлел, оказывается, женщин, серийных убийц, ничуть не меньше, их огромное количество, они все, правда, что отравительницы, как правило. Что это за феномен, женская, женщина-маньяк, и они, ну, у них то же самое, какие-то такие же механизмы, там, в детстве какие-то проблемы, да, вот, или почему они становятся этими отравительницами? Ну, нет, все-таки статистических меньше, все-таки. Вот, ну, естественно, механизмы такие же, да, как и у мужчин, это детские травмы, это все вот, о чем мы тоже говорили, что хаос мозга и так далее. У них реже сексуальные мотивы. Есть такие женщины, у которых там были сексуальные мотивы, по-моему, наша какая-то маньячка, Тули Петрова, я уже даже, ну, я уже даже не помню, то есть их настолько мало, что вот я только Петрова, пожалуй, помню. Вот, в основном это все-таки, да, это мотивы наживы, очень часто, там, например, какая-нибудь бальганес, всякие черные вдовы, которые травили своих мужей, или там заманивали их в свою глушь, и отрубали им головы, хранили на участке, ну, примерно что-то такое. Чаще всего действительно это вот связано с наживость какой-то. Может быть, какой-то мотив власти, то есть это, например, медсестры смерти, вот у них там тоже какие-то, которые убивают, там, например, пожилых людей, вот как, например, Элизабет Ветлауфер, она убивала пожилых людей, возможно, там элемент миссионерства, и какого-то волостолюбия есть. Может быть, ненависть к мужчинам, как у Эллен Уорнос. Самый яркий пример женщины-сиренубийцы это Эллен Уорнос. Но опять же, надо понимать, что она там, ну, такая весьма маскулинная была женщина, то есть у нее склонность к насилию была побольше, чем у классической женщины. У женщин просто, в принципе, биологические склонности к насилию поменьше, чем у мужчин, и как бы все-таки, ну, в плане секса у них, видимо, как-то меньше ассоциации, возможно, с насилием. Ну, это как бы импо. Очень много есть дуэтных преступлений, в которых, да, женщина может проявлять себя как, ну, такой прям полноценный соучастник. Это очень много примеров. Это Фрэнк и Розмари Уэст, семейная пара, которая убивала там подростков и девушек. Это Пол Бернарда и Карла Хамолко, которые тоже убивали девушек, снимали это на камеру. Причем, когда поймали сначала Хамолко, она как бы пыталась выставить все так, что она жертва, ее типа заставлял Бернарда это делать, но потом посмотрели записи и увидели, что она там ведет себя, в общем, как бы как полноценный соучастник. И тут тоже могут быть разночтения, а может она притворялась, чтобы он ее не убил. Ну, то есть, как бы здесь такой спорный вопрос. У нас это очень яркий пример. Это Алексей Суклетин и Мадина Шарапова. Нет, Шакирова. Мадина Шакирова. Там Суклетин это русский людоед. Она там с ним принимала участие в оперушках. Там тоже заманивала людей к нему. Все видела, что происходит. Причем он, ну, на нее поднимал руку. То есть, у них, в общем, тоже все было не... У людей, понимаешь, драма пришлась в жизни. У людей драматургия. Это-то вам не бытовуха какая-то, да? Вот. Йен Брэдди, Майра, Хиндли. То есть, таких дуэтов достаточно много. Было в свое время. И непонятно, кто тут, по чье влияние попал. То есть, тут не разберешься уже особо. Вот. Ну, вообще, женщин, да. Их все-таки поменьше. Статистически. Да, вот эти дуэтные, я совсем про них забыл. Хорошо, что ты про них напомнил. Просто это интересно. Да, тоже такой феномен достаточно часто распространенный. Я тоже читал, помню. Там ужасные, конечно, издевательства над жертвами были. И такое ощущение, что они в паре могут еще и в такой впадать в больший друг передружкой. И могут такие нанести вообще страдания жертве, что ужас. Они друг друга подпитывают. Это, на самом деле, не только с МЖ. Это может быть ММ пара, как Генри Ли Лукас и Оте Стул. Он вообще-то, Генри Лукас, не один был. У него был дружочек, с которым они там вместе тусовались. Любовник его вроде бы участвовал. Может, это я же не помню. Да, да, мне кажется, они любовниками были. Давай вернемся к Дамеру. Ты у нас специалист по этому человеку. Ты расскажи, ты говоришь... Как бы сейчас сформулировать вопрос? Расскажи про сообщество... Я не знаю, как спросить-то. Сообщество любителей Дамер так же не скажешь? Звучит как секта. Секта... Как вот просто давай, значит, про Дамера и... Ну что вот это за сообщество у вас такое, я так понимаю? Это какие-то вот люди... Как это? Объясни, в общем. Очень интересно, что это. Это в сети, я так понимаю, у вас в сети вот несколько человек, которые вот вы как-то... Многие несколько человек. Это 3000 человек. А это что, группа ВКонтакте или как это? Ну, расскажу с самого начала. Изначально, когда я начала увлекаться Дамером, мне было 17 лет, я начала там про него изучать, я прочитала его доступную на тот момент биографию, посмотрела все, что только возможно в сети, на всех языках возможно, сидела там с переводчиком и потом написала биографию сама, то есть собрав все по крупицам, всю эту информацию. Ну, а потом переводила его интервью, писала вот эту вот работу во психологии. И параллельно я была в нескольких группах, посвященных серийным убийцам ВКонтакте. ВКонтакте, когда переживал свой ренессанс, у него все было замечательно, там было очень много людей, в отличие от того, как сейчас. И тогда там было очень много крупных групп по интересам. И я вот была там, была группа, самая крупная по серийным убийцам, но не конкретно по Дамеру. Я захотела сделать конкретно по Дамеру группу. Я начала туда ручками добавлять людей, у которых в интересе стоял Джеффри Дамер, которые что-то вообще писали на эту тему. Люди начали вступать, и я начала туда выкладывать всякие фотки, всякие темы для обсуждения, свои там переводы, биографии, работы. И как бы, ну, образовалось такое сообщество людей, которые там общались, обсуждали вот это все, какие-то там споры. Приходили тогда иногда обыватели, которые под фоткой могли написать там, типа, как вы можете, это страшный человек, его надо было сжечь. Ну, знаешь, вот это вот, что обычно пишут. И там так сообщество в это время просто становилось сплоченным и давали отпор этому такому вражескому элементу, который на нашу территорию зашел. Потому что, ну, на самом деле, части девочек нравилась его внешность, части девочек было интересно, почему он стал серийным убийцей, хотя там он и умный, и красивый, и, в принципе, по жизни у него все было лог. И, в общем, история у него трагическая, многие поэтому там тоже переживали за него. Он считается самым жалеемым серийным убийцей в истории, потому что он один из немногих, кто рассказался, кто демонстрировал все признаки как бы того, что он понимает свою звериную натуру, то, что он вообще везде неправ, но он не может жить по-другому. И он как бы говорил, что если там вы меня выпустите, я пойду убивать снова, потому что, ну, ну, я могу это понять чисто вот с точки зрения психиатрии, да, что у него просто уже голова на этом работает, и сложно без этого. Поэтому там, когда на него было совершено нападение в тюрьме, он даже не защищался, то есть он дал себя избить до смерти в конечном итоге. То есть там интересна была документалка, где детектив, который с ним работал, он говорил, что когда исследовали его труп даммера, они не видели защитных, defense marks, защитных синяков, которые обычно происходят непроизвольно у человека, когда он пытается вот так защититься от избиения. У него все руки были чистые, и все удары пришлись в голову. То есть знать, что он стоял просто спокойно и смотрел, как его бьют. И, ну, это, конечно, производит определенные впечатления на нестабильную женскую психику, когда там мужчина красивый и со сложной судьбой, его еще пожалеть можно. И, конечно, да, там было много фанатов. Конечно, в итоге это сообщество набрало 3000 человек. Я через какое-то время оттуда сам устранилась, то есть лет, наверное, 7 назад. Я перестала вести это сообщество и отдала его на откуп другой, скажем так, специалистке по дамеру, Екатерине Миле. Она сейчас ведет и мое сообщество, и свое собственное, в котором она набрала уже даже больше человек, чем в моем. То есть там уже 3500 человек, но она ведет оба. То есть из уважения, так сказать, к оригиналу. Она не забрасывает, за что ей большое спасибо, честь и хвала. Было забавно то, что, ну, как создательница этого сообщества, как создателю мне писало очень много людей, которые даже не только по дамеру, но вообще в принципе по серийным убийцам. И писали очень много разного. В частности, я помню, мне писал человек, который утверждал, что он давеча забил до смерти женщину без определенного места жительства. И как бы описывал, как это примерно было. Ну, я не буду как бы здесь материться, но я, конечно, была немножко в жоке от таких откровений. И, естественно, когда мне писали такие люди, писали люди, которые просто говорили, что хотят пойти кого-то убить, ну, я пыталась как-то в силу своих возможностей докопаться, типа, чувак, а что тебе, в общем, не живется-то? Типа, может, это надо в больничку сходить? Ну, как бы. Ну, как это пыталось, в общем. Ну, я не думаю, что очень спешно. И, кстати, любопытный факт, что, знаешь, академатских маньяков, вот у них была группа, как раз в это самое время, Печушкин наш президент ВКонтакте. Я, естественно, эту группу знаю, я ее видела, я тогда заходила в нее, но там не сильно сидела, потому что там в основном были, знаешь, такие приколюшечки, но не какая-то научная информация, которую я тогда искала. И мне как-то написал оттуда один человек, аноним, просто, ну, знаешь, таким анонимным каким-то профилем, который вот как раз и рассказал эту историю про женщину, которую он убил. И примерно в это же самое время академы, вот эти маньяки, совершили убийство действительно женщины без определенного места жительства. То есть у меня появилась теория, что, возможно, это был один из них кто-то. Потому что потом пропал чувак, и там, ну, профиль оказался удален. Это как бы мои догадки. Возможно, это и не так. Но вот есть такая у меня история, связанная с сообществом. Я просто тебе скажу, что эти академовские маньяки, есть же про них телепередача, и там рассказывается, что он ввел переписку один из них. И там он прям показывает по телевизору, вот эта передача была там, она на ютубе, наверное, есть. И он там прям пишет, с каким-то пацаном они переписываются, и он говорит, а давай, говорит, а я, говорит, вот на самом деле хочу убить. И там тот отвечает, а что, в какой смысл, ты просто сядешь в тюрьму и все, да? Ты видела это, может быть? Да, да, да. Вот-вот-вот, да. Так что тут смотри-ка, может быть, действительно кто-то из этих двух? Может быть, они переписывались, да, насколько я знаю. Они пытались втянуть свои, там, показывали видеозаписи, которые они делали, пытались втянуть свои дела, там, сторонних людей. Странно, что, конечно, их так долго ловили, потому что они, в общем, не сказать, что очень сильно-то и скрывались. Там дядя, он увидел на телефоне, по-моему, да, одного из них. Да-да-да, он увидел видеозаписи. И хорошо, что еще он как бы не промолчал, а то мог бы и промолчать, собственно, и все. Вот, да, такая резонансная история была. Вот, ты не знаешь, количество серийных убийств растет с годами или уменьшается? Я помню, я смотрел видео на Ютубе, там, значит, какой-то американский говорил, что, американский специалист, что примерно 200 человек в год становятся жертвами серийных убийц. То есть это не так много, да? Это, ну, очень мало, да? Если вообще это... Ну, это кощуственно, конечно, так говорить. Мы говорим про статистику. Ну, статистически, да. Потому что, конечно, то, что жертва может пережить, это ужаснее, да? Вот тот же Головкин, что он делал там с его жертвами, это ужас. Это фильм ужасов отдыхает любой. И, тем не менее, не знаешь, как это сейчас больше, меньше? Сейчас же камеры везде как-то вот... Это как-то влияет на то, что этих маньяков меньше становится? Или... Неизвестно про это ничего. Я думаю, что достоверно сложно сказать, но если рассуждать чисто логически, то, скорее всего, меньше, потому что больше развита наука криминалистика сейчас и тот же самый профайлинг. То есть я думаю, что есть не нулевая вероятность, что их просто сейчас ловят на более ранних этапах, поэтому нет настолько громких дел, как, ну, вот с тем же самым Чикатило, да, когда он там 50 человек убил. Я как с Печушкиным, когда он тоже там 50 человек убил. Ну, плюс-плюс. Печушкин просто в свое время, конечно, изобрел бы абсолютно гениальную схему. Тут ты ему как бы не откажешь, когда он в Битвичском парке сбрасывал водосток. И было очень сложно определить, откуда сбросили, что сбросили. Там парк большой. Их находили примерно в одних и тех же самых местах, потому что течение прибило этого водостока. Это была эффективная, на самом деле, технология. Но в остальном, да, сейчас везде камеры. Сейчас можно там по ДНК посмотреть. Сейчас там смартфон есть. Можно какой-нибудь СОС там, типа, врубить в последний момент. Ну, как пример. Вот. Мне кажется, что, наверное, их не стало меньше. Просто стали раньше вычислять. Ну, вот как мне кажется. Недавно же по камерам в Тюмени или где-то, господи, баю. Вот у меня была передача про педофилию. Мы тут снимали с писательницей. И она вот рассказывала. Вот недавно мужчина убил двух девочек. То ли в Тюмени это было, то ли... Ну, где-то, короче, не суть. Да, он увел их. И по камерам его нашли. Вот он убил двух, а мог бы убить, не дай бог, и больше. Ну, что ж, друзья. Это была Анастасия Смурова. Настя, спасибо тебе большое. Друзья, подписываемся, ставим лайки, комментируем. В общем, все как всегда. Я прощаюсь с вами. Надеюсь на нашу скорую встречу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok